Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что с вами произошло, что у вас произошло. Вы ушли в армию, девушка осталась вас ждать. И пока вы были в армии, девушка вам изменяла, и судя по всему, да, изменяла она вам, в общем, довольно активно, скажем так. Так, вы говорите о том сейчас, что вы ее допрашивали и узнали все у нее сами. Мой вопрос к вам звучать будет так. Зачем? Зачем вы ее допрашиваете? С какой целью? Какая разница? Сколько у нее там было? Два парня, три парня и так далее. Какая разница? Вопрос в другом. Вы в корень смотрите в этой ситуации. Она вам почему изменяла? Она вам почему изменила вообще? Что заставила ее это сделать? Вам изменить? Вы подумаете об этом? Обратите в нее. Ну, блин, все, ладно. Ты изменяла, я понял, сколько не важно. Ты почему это сделала? Почему ты это делала? Чем руководствовалась? Вот что важно, понятно. А я вам скажу, чем она руководствовалась. А руководствовалась она тем, что не чувствовала себя защищенной с вами. Потому что вас не было. Вы можете сказать. Но я же был в армии. Да. Мы были в армии, все правильно. Так если вы были в армии, то зачем надо было тогда вообще отношения начинать с девушкой? Вы ушли в армии на год. Ее оставили без защиты. А она в защите нуждается. И вот поэтому она вам изменила. И теперь, теперь вам нужно определить для себя самого. Либо вы понимаете, почему девушка вот так поступила. принимаете ее позицию. И забываете о том, что произошло. Потому что, как я уже сказал, то, что произошло, это следствие того, что она не чувствовала себя защищенной. Так? Значит, либо вы принимаете это, либо... либо нет. Ну вот, вы говорите, что, значит, в какой-то момент она вскочила, и на повышенных ценах сказалось, что да, было двое. И сказалось, что развод. Развод непонятно. Вы что, женаты? Вот, значит, развод. Сказалось, что после такого люди не живут. И собиралась на улицу. Я ее, значит, не пустил и спросил насчет того, что она мне говорила на этого, и она опять отрицает. Вот. Ответьте себе на вопрос такой. Почему, значит, вы ее не пустили? Ну ведь, предналась в том, что сделала? Предналась ведь? Предналась. Понятно, что не может все время говорить, что да, я изменила, да, я поступила плохо. Понятно. Вы у нее еще пытаетесь что-то выяснить. Понимаете, это все не важно. Не важно, она вам будет говорить, скорее всего, каждый раз вообще по-разному. Потому что она сама стыдится того, что сделала. Она сама стыдится этого. Понимаете? Вот. Но у нее была потребность в том, чтобы так поступить. Эта потребность в защищенности. Ей нужна защищенность. И она пытается эту защищенность получить. доступным способом. Для себя. Кстати говоря. А вы ее пытаетесь дожать. И не верите ей. И, кстати, что вас подтолкнуло к тому, чтобы добрасывать ее? Вот. Просто зачем вы это стали делать? Зачем вы стали ее добрасывать? В какой стелью? Для чего вы это делаете? Я думаю, что на эту тему вам тоже имело бы смысл подумать. Потому что либо вы принимаете все, как есть, и забываете о прошлом. И, соответственно, живете дальше счастливо с ней. И смотрите, будет она вам изменять дальше или нет. Вот. Если будет изменять, например, вам, когда вы уже там с ней, например, то это совсем другое. Совсем другое. И понятно, что это нельзя прощать. Безусловно. Ну, то есть как прощать, опять же? Что значит прощать? Я не говорю именно прощать. Я говорю, что нельзя будет с этим мириться. Это да. Мириться с этим будет нельзя. В любом случае, конечно. Вот. Ну, так опять же. Не нужно допрашивать. Вы примите решение, поймите, поймите, поймите. Постарайтесь с нее понять именно вот женщину. Постарайтесь понять ее. И если поймете, то сможете быть с ней вместе. А она будет вам благодарна за то, что вы ее приняли. Она будет благодарна вам за то, что вы ее простили. Она будет благодарна вам за то, что вы не ушли от нее. Для нее это будет проявлением силы вашей, мужской. Таким вот, знаете, настоящим проявлением силы, если можно сказать. И уже, конечно, от вас зависит, будете ли вы это делать или нет. То есть будете ли вы так поступать или нет. То есть вы можете, конечно, настаивать на том, что вот, ты не изменила, там, ты виновата, там и так далее. Вот, можете, можете так сделать. Только что это даст вам? А если вы хотите, например, с девочкой в отношении быть, вы хотите, чувствуете, что хотите, но не можете, то это вот очень другой вопрос, другой момент. Если вы чувствуете, что девушкой хотите быть, но чувствуете, что не можете, то это уже проблема именно ваша. То есть вот. Как вы воспринимаете ее? Как вы воспринимаете себя? Как вы оцениваете себя? Как вы относитесь к себе? Как вы воспринимаете то, что девушка сделала? Как она поступила? Понимаете? Вот это вот все такие очень важные вещи, о которых я рекомендую вам подумать. А допрашивать можно сколько угодно, и ничего хорошего из этого не получится. Просто постарайтесь именно на этой мысли остановиться, и подумайте, любите ли вы девушку или нет. Да, измена неприятна, но вы сами ее, ну как бы, сформировали. Вот. Если уходишь в армию, если куда-то надолго уезжаешь, девочку лучше отпустить, потому что она, ей будет тяжело, ей будет сложно, она будет мучиться, и вы будете мучиться, и так далее. Вот нужно уехать надолго куда-то, оставил ее, сказала, дорогая, я тебя люблю, буду благодарна тебе, если будешь, там, мне верна, но, там, если, я понимаю, что это долгая, большой срок, живи в свою удовольствие, не хочу, чтобы ты мучила, страдала и так далее. Вот и все. Приехали опять с ней вместе, вот это вот имеет значение. А девочки очень часто именно через секс, значит, через секс девочки пытаются получить, знаете, надежность. Девочки через секс пытаются обрести какую-то вот опору, они без этого не могут. Вот. Ну, естественно, что мы вам на вопрос о том, где правда, а где ложь, не ответим, потому что, ну, понятно, что это знает только девочка. Вот. Можно вам задать вопрос? Вот вам лично зачем это знать? Вам лично для чего? Вот что меняет это для вас? Одним или двумя? И что меняет это лично для вас? И как это отражается на ваших отношениях с девушкой? Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду вас помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.